они как-нибудь ремонт доделают нет когда вам следующий раз будет ваша подружка дурочка говорить ой ты знаешь давай еще немножечко подождем это все вранье если она раньше идет домой значит она сто процентов будет ребенке фасоль он закончил школу на два года раньше своих одноклассников после 9 поступив в техникум был недолго и будет ой мои ребята с россии 23 я мы дальше сами знаете что в комментариях написать целку на россия 23 оставляю внизу в описании не забывайте тоже переходить ставить лайк подписываться на двух замечательных очень дружных братьев не забывайте также подписан на нас телеграм-канал heart inside который вы точно будете знать всегда когда проходит стрим всегда когда выходит новый ролик всегда все инсайды со всех съемок все промокоды вообще все будете знать всегда будете знать вообще все даже когда конец просто конец я пошутил или нет так что всем приятного просмотра ай ну давай россии 23 ай ну давай ай ну ай ну а их гениальность что это генетический код заложен забыл сказать пацаны с россии 23 мое почтение мое почтение спасибо с наступающим вас господа спасли и зрители и вас и нас и горгас поехали при рождении или усердная работа над собой как говорил исак ньютон гений они как ремонт доделают нет у них это какая-то мне реально интересная история этой хаты ты понимаешь то есть обои видно отодраны прям шпателем их я так понимаю дирали то есть их прямо ты понял все понял все понял но что-то потом пошло не так то есть потом где-то что-то надломилась и что-то пошло не так мне интересно где вот этот вот надрыв произошел так ладно пацаны ничего страшно просто ну а будет можно уже и наклеить хотя бы на одну стену напролет на маленький терпение мысли сосредоточенной в известном направлении как говорил немецкий философ артур шопенгауэр гений озаряет век подобно комете на пути планет как говорит наш современник владимир если не современник притащи какую-нибудь тетрадку это владимир гений нашего времени сейчас он занимается изучением современных технологий работая над собственным компьютером культе надо на владимир знает компьютер как свои пять пальцев более того именно сидя за компьютером парень максимально познал свои пять пальцев среди гениев в мире компьютерных технологий парня уже сравнивают с тони старком ведь в реальной жизни он тоже дауни ты нахуй жизни дауни еблан блять за талант владимир получил прозвище русский илон маск в то время как состояние маска оценивают в сотни миллиардов долларов у владимира состояние легкого алкогольного опьянения чё нахуй несешь блять потихо вчера спаха шандарахнули блять вообще нормально среди гениев владимира часто сравнивают с оксимироном ведь последние 10 лет он тоже думал только об одной ладошке владимир только начал ремонтировать компьютер и сразу принял гениальное решение осноху все провода перед воткнуть может работать кстати я замечал я не знаю наверно я только замечал вообще в принципе что когда ремонтируешь компьютер а сам или вообще любую другую вещь то есть вот те допустим в магазине да вот говорят слушайте вы покупаете допустим там кухонный гарнитур у нас такая есть горит опция в связи с тем что вы купили целый набор мы можем вам приехать и собрать мебель любой нормальный вот мужик что скажет ну что ну что что он скажет вот что правильно я соберу ее сам правильно то есть как бы я соберу сам потому что я не мужик что кстати в результате такой сборки очень часто остаются очень много разных деталей винтиков болтиков но с виду как бы стенка кажется нормальной и не важно что через месяц начинаются дверцы коситься отваливаться или еще что-то но в принципе да как настоящий мужчина всегда все делайте сами да как говорится сделал все своим со своими руками да наша съемочная группа решила выяснить предположительные причины поломки компьютера владимир скажите а что случилось ты был полетра я на может куда заходили в инете лазил туда-сюда то есть лазили в инете и туда-сюда да чё перевставив провода в компьютер владимир осознал пк по-прежнему не работает а значит необходимо искать поломку внутри болт маленький вы блять хир надежно маленький болт который сложно найти владимир рассказал о причинах его проблем с девушками я бы вообще бы молчал на месте володи вообще бы с ним не разговаривал вообще ни о каких темах никогда бы не разговаривал не до конца открыв компьютера владимир приступил к диагностике деталей при помощи специального устройства ой какие все правильные в чате а ты тоже сам а ты тоже сам нет нет я не такой я не такой я я они все такие а я не такой кстати есть научная такая доказательство одно такое и очень интересное вот кто говорит что он не дрочит он дрочит больше всех просто вам так слову девушка это кстати тоже касается так что девушки кстати по статистике по мировому по моему порнхаб даст слил эту статистику на 60 по моему или на 70 процентов чаще нас смотрит пор это вам так просто к слову на тему того что когда вам следующий раз будет ваша подружка дурочка говорить ой ты знаешь давай еще немножечко подождем это все вранье если она раньше идет домой значит она сто процентов будете ребенке фасолинку так что проверять фэк да 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 пиши что фэк да конечно давай рассказывай мне пожалуйста да подписчица не надо мне врать вроде блять горелым не пахнет владимир профи поэтому вскрыв компьютер он сразу определил неисправности которые обычный человек заметить бы не смог и батю пыльную первым делом владимир проводит профессиональную чистку компьютера однако профессиональная чистка не помогла компьютер по-прежнему не работает по словам владимира он вот-вот все починит ведь он разбирается в технике apple лучше чем тим кук и даже лучше чем вилсаком однако даже владимир не верхушка айсберга есть еще более гениальные люди послушав мнение экспертов владимир подвел итог диагностики по видюхи по ходу пизда потому что сука изображение не идет по словам владимира проблема в видеокарте а это geforce мажорные обстоят вы не заметили в любой непонятный вообще херни в любой непонятный вот пульт не знаешь где как что переключить еще что-то ты вводишь да допустим на ютубе там как подключить bluetooth колонки и всегда всегда youtube первым или вторым или третьим видео в числе топов он тебе кинет именно такой видеоролик там где такой знаете такой блять маленький такой вонючий такой мальчик такой или девочка таким знаешь ублюдским голосом такое будет говорить вот так вот здравствуйте да я зовут меня смешным именем алёшка и я вам сегодня расскажу о сука это вот всегда это это же за жеза жеза жезают однако для гения это слишком просто поэтому он самостоятельно усложняет себе задачу из-за падения компьютера жесткий диск перестал держаться владимир тут же изобрел специальный фиксатор для этой детали гений справлялся и не с таким за последние годы владимир создал огромное количество изобретений на его счету такие гениальные устройства как нанофиксатор для пульта универсальный балансировщик наушники для подошли за жилка даже за также он работал вот это не же за проектами с крупнейшими производителями смартфонов но вот это вообще жеза и разработали женщину-робота по нашей информации владимир создает нечто подобное судя по эскизам гения совсем скоро он наконец-то склеить женщину владимир выгнал нашу съемочную группу из своей подпольной лаборатории из-за наличия поля на голове любое дело которым занимается владимир считается подпольным причёска сама по зализанная хуя таблий причина недовольства владимира в том что наша съемочная группа не рассказывает о его научных трудах ведь совсем недавно вышла его монография по экономике многим легендарным писателям приходилось годами выпускать книги чтобы написать именно ту которая вызовет настоящий фурор владимир обложкой первой же своей книги вызвал настоящий фу урод среди читателей первые сто страниц книги посвящены бизнес-стратегии благодаря которой любой может с легкостью от стартового капитала в тысячу долларов подняться до семидесяти тысяч я вам значит рассказываю здесь недавно сидели такой хорошей компании с такими довольно взрослыми дядьками постарше меня значит говорили раза что между собой там за свои темы перетирали и они такие говорят слушай а кто такие вот эти вот которые выходят и знаешь такие говорят как как они вот это вот модные темы вот этот у вас все получится вот посмотрите на меня я обычный работяга и вот я просто поверил в себя просто поверил просто поверил и взял в кредит немного денег да 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 вот эти коучи знаешь такие они ходят они что-то все говорят знаешь со сцены сушки может мне тоже каким-нибудь коучем остать так чисто поугарать за скамить просто мамонтов и все как бы вообще легкие все будут а вот как гениальная идея предлагаю всем значит делать следующим образом значит ставишь лайк на этот видеоролик и мы с вами собираем зал понял да к ним они думают как народ нагнать мы с вами собираем зал делаем очень дорогие входные билеты короче а вам бесплатно вы короче бесплатно все проходите все располагаетесь в зале эти мамонты мы им первые места отдадим пусть сидят с открытыми ртами я им короче лапшу на уши вешаю потом просто изи делим с вами бабки я себя половина вам наполовину на розыгрыш ноутбуки раздам вопрос гений филантроп аристократ тихо рублей на остальных 200 страницах рассказывается как при доходе 1000 рублей я кстати думал канал переименовать в мавроди play потом что-то передумал сутки всего за год заработать триста шестьдесят пять тысяч в конце монографии автор разместил гениальную мысль цитирую деньги воздух деньги портят людей я порчу воздух я мщу деньгам за человечество вообще нахуй природоведение блять его она пошли для вас владимир не случайно скрывает свои достижения в экономике по нашей информации сейчас он работает над совместным проектом с элоном маском эксперты уверены идея владимира может принести 28 миллиардов долларов по задумке гения илон маск должен взять весь свой капитал в 297 миллиардов долларов и положить его на бесплатную дебетовую альфа-карту она вернет ему 10 процентов и эта сумма как раз составит 28 миллиардов долларов владимир утверждает что оформить бесплатную дебетовую альфа-карту с кэшбэком до 10 процентов может любой по ссылке в описании в том числе и илон маска кто-то вообще верит нахуй эту хуйню блять кила на маске блять а завтра ко блять билл гейтс приедет наша съемочная группа решила узнать результаты работы владимира чё не работает как оказалось гениальность владимира дала сбой парень в растерянности он уже хочет опустить руки но компьютер еще не работает не понятно что хоть бы не видюха нахуй эту пизда блять бабок это ухо из прощенного путь собрать сейчас хорошо решение отвести компьютер в сервисный центр признав что сам справиться с поломкой он не может как некогда великий ум растерял свою гениальность для того чтобы это понять мы решили изучить биографию владимира по нашей информации с раннего детства парень отличался выдающимися способностями уже в шестом классе он научился в уме складывать однозначные числа мы познакомились через несколько дней после его рождения на тот момент он знал только маму папу и акушера это насколько я знаю последний его шлепал он был очень замкнут как многие другие гениальные люди первые два года вообще ни с кем не разговаривал как рассказал брат владимира гений уже в 14 лет собрал свое первое изобретение устройство усиляющие громкость на телефоне это вот он придумал то есть он сам придумал так вот руки я задумал откуда это пошло что его изобретение используют все он понял что просто своими руками он может сотворить огромное количество генитальных вещей гениальных вещей это гениальность владимира продолжала вести его по жизни он закончил школу на два года раньше своих одноклассников после девятого поступив в техникум был недолго его гениальность заметила государство и на год его забрали для работы на научной военной базе мотострелковые войска у меня вот брат с армии приехал короче вернувшись владимир не сидел долго на месте как многие после армии гений сразу взялся за голову и понял он теряет волосы изучив ситуацию парень осознал его интеллект вытесняет волосяные луковицы чтобы сохранить оставшиеся волосы владимир принял решение в срочном порядке деградировать нет ни на нас так закончился по мнению пацаны это не про нас гения парень которому пророчили руководить силиконовой долиной теперь лишь руководит глядя на силикон а нам остается только вспоминать гениальные работы которые владимир когда-то тайно выпускал под псевдонимами в салфетки нахуй раскидал ебала блин конечно я не знаю конечно кто это говно смотри можно я на стиме в кэску подобрать в смысле не ну тебе что-то спокойно ну блять понравилось вячеслав поставил на комп родительский контроль чтобы на моем столе не было марсиан специально для россии 23 ладно нормальный нормальный хороший выпуск хорош